С жителями села Забори наша съемочная группа познакомилась в августе этого года. Именно тогда стал назревать конфликт между руководством санатория Старица и владельцами домов, подъездная дорога, которым оказалась в частной собственности санатория. С тех пор прошло уже три месяца, а ситуация не только не разрешилась, но и наоборот – достигла критической точки. Именно поэтому региональное отделение Общероссийского народного фронта решило собрать все стороны конфликта за круглым столом. На предложение откликнулись представители власти и, конечно же, жильцы села Забори, которые изложили предысторию конфликта. Все дело в том, что дорога, по которой на протяжении 20 даже более лет жители проходили к своим домам, начиная с 1989 года, когда санатория еще даже не было, оказалась в частной собственности. В частной собственности она оказалась, начиная с 2007 года. Причиной этого стало то, что при продаже земельного участка не было проведено межевание, так как в постановлении главы администрации указано обременение непосредственно обеспечить свободный доступ жителям, которые находятся справа. Это мы и слева. Вот представитель еще сидит. Но не было проведено межевание. Кадастровый паспорт на момент заключения сделки в Росреестр никто не предоставил. В связи с чем это обременение осталось на бумаге. Вот и получается, что на сегодняшний день руководство санатория Старица жителям ничего не должно и действует в рамках закона. Кроме того, директор санатория Екатерина Агеева выиграла уже не один суд. Именно по решению суда жителям спорных домов села Забори сегодня запрещено пользоваться дорогой, находящейся на территории санатория. Сама Екатерина Агеева на круглый стол не пришла, зато прислала письменное обращение. Также свою позицию директор санатория Старица изложила в письменном виде для нашей телекомпании. По факту жители села Заборья пользуются специально выделенными для этой цели подъездами и улицами. И только несколько человек, которые долгое время незаконно использовали территорию медицинского учреждения, пытаются с помощью привлечения средств массовой информации, создания общественного резонанса, захватить часть земельного участка, находящегося в собственности санатория в личном пользовании. Кроме этого, активно используется термин «конституционные права граждан». Никто не хочет разобраться в том, что на самом деле гражданами с конституционными правами являются люди, проходящие лечение по санаторно-курортным путевкам и сотрудники, силами которых оно производится. На территории предприятия организован цикличный процесс лечения, размещения питания и проведения досуга. Территория в соответствии с проектом разделена на зоны, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия. В зоне, которая стала предметом охоты соседей, расположены хозяйственные постройки, объекты повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством, нахождение посторонних лиц в ней категорически запрещено. Кроме того, здесь хранятся товарно-материальные ценности, крупногабаритные узлы и механизмы, сезонный прокатный инвентарь, строительные материалы, контейнерные площадки с бытовыми, медицинскими, а также производственными отходами. Что касается обременения, то в ходе многочисленных проверок выяснилось, что никакого обременения не могло быть зарегистрировано в силу закона, поскольку к домам был и есть законный подъезд. А ограничения на смежный участок может быть наложено в случае отсутствия возможности проезда. Плюс ко всему и сама смежность отсутствует. На сегодняшний день, по словам жителей села Забори, санаторий Старица возвел четырехметровую стену, которая блокировала калитки жильцов, выходящих на дорогу, являющихся предметом спора. Мы выехали, посмотрели, да, действительно, где был выезд со стороны домовладения, вот жителей, которые проживают в Заборе, да, на тот момент, значит, вернее, полным ходом шло строительство Забора. Вот когда мы задали вопрос директору санатория Старица, она нам ответила так, что земельный участок находится в частной собственности и в целях обеспечения, значит, хозяйственной деятельности санатория Старица, значит, она, администрация санатория, вынуждена возвести Забор. По большей части, все решения, в том числе и те, которые были вынесены судом, опираются на тот факт, что у жильцов данных домов есть альтернативная дорога. Покажите, три месяца, это как в Маяковском, прозаседавшиеся, заседаем, все, все же прозаседали, выезжайте, сделайте комиссию, у нас есть градостроительство, у нас архитектура есть, выйдите, покажите, где точки. Вот, да, вы можете там, там, вот, господа, вам точки, мы законили, стройте дорогу. Есть альтернатива, мы построили, завтра придет такой же Вася и скажет, что же, дорогая моя, это моя земля-то, и все, и куда я дальше пойду? Никто не хочет заниматься этим, вот в чем вопрос. Мы не говорим, какие претензии к госпоже Магеевой, да, у нее свои, она свои, как говорится, отстаивает, но мы-то свои тоже должны отстаивать. Глава Заборевского сельского поселения Виктор Сидоров готов не только показать, но и довести имеющийся альтернативный проезд дома. Эта территория дороги общественной пользы, да, она относится к городу, поселку Солодче. И по этой дороге, когда строились дома поселка Солодче, и вот эти скандальные дома нашего района, по ней всегда ездили. Да, на сегодняшний день, естественно, жители этих спорных домов, они там все там облагородили у себя, более 20 лет проезжали по территории санатория Старица. Но, господа, есть закон, есть решение суда, все, что касается по ту сторону забора, это не мое. Все, что касается альтернативной дороги, я уже предлагал и готов сделать. Но мне было сказано, культурно вежливо, сидя ровно и никуда не суйся. Я сижу ровно жду, когда все это надоест, и мы им сделаем дорогу. Возникает вопрос, почему власти ждут согласия или не согласия жителей, а не обеспечивают им нормальные условия проживания. Наша съемочная группа выехала в село Забори, отыскала эту дорогу, но проехать по ней не решилась. Также на круглом столе присутствовали люди, которые только в сентябре этого года приобрели участки и сегодня не имеют возможности подвозить строительные материалы и начинать обустраивать свою землю. При продаже именно спорная дорога была указана как единственно возможная для подъезда. Конечно, у каждого своя правда, но, по всей видимости, чиновникам придется постараться разрешить этот конфликт так, чтобы обе стороны остались довольны. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город» Ковалева, ТВ, телекомпания «Город»